Это первая часть из трёх роликов, в которых я решил попытаться найти все отснятые дубли с Брюсом Ли, которые он снимал для своего ставшего последним фильма «Игра смерти». Как известно, данные съёмки именно с Брюсом Ли, где он же и был режиссёром, стартовали сразу же за выходом в прокат третьего фильма Брюса Ли «Путь дракона» 1972 года, где и действие происходит в Риме, и где происходит знаменитый поединок Брюса и Чака Норриса. Брюс Ли тут же начинает свой следующий режиссёрский и актёрский проект про то, как его персонаж Хай Тьен, чтобы спасти свою младшую сестру и брата, присоединяется к группе мастеров боевых искусств, которых нанимают для извлечения украденного китайского национального сокровища с верхнего этажа пятиэтажного дома «Пагоды», расположенной в храме Беоб Джуса в национальном парке Сонг Ниссан в Южной Корее. Каждый её этаж охраняют мастера боевых искусств, которых необходимо победить, поднимаясь всё выше и выше. По логике сюжета персонаж Брюса Ли поднимается с четырьмя напарниками с первого этажа наверх, однако съёмки фильма начались с финала истории и двигались в обратном сюжету направлении. И первым эпизодом была снята сцена финального боя на пятом этаже «Пагоды», где находился финальный босс, звезда баскетбола Карим Абдулджабар. До него смогли добраться двое, но напарник Брюса был повержен, и Брюсу пришлось в одиночку побеждать этого высокого чёрного парня. Далее снималась сцена на четвёртом этаже «Пагоды», где находился мастер Хабкидо, которого играл корейский мастер Джи Хан Джи. И далее снимали сцену на третьем этаже «Пагоды», где находился мастер филиппинского «Искрима» в исполнении американского мастера Дэна Инносанто. Во время этих съёмок Брюс Ли получает очень заманчивое предложение в участии фильма «Выход дракона» режиссёра Роберта Клоуза. Первый масштабный голливудский проект Брюса Ли. Поэтому Брюс приостанавливает съёмки «Игры смерти» и отправляется сниматься в «Выходе дракона». Именно во время и после съёмок «Выхода дракона» у Брюса случаются различные проблемы со здоровьем. После окончания съёмок Брюс планировал вернуться к работе над «Игрой смерти». Однако до возобновления съёмок этого фильма он не дожил. Он умер 20 июля 1973 года, за 6 дней до премьеры «Выхода дракона». Поэтому в оригинале именно с Брюсом Ли в кадре были осняты только эти три сцены в пагоде. Во всех остальных кадрах из вышедшего позже в 1978 году фильма «Игра смерти» Брюса Ли нет. Есть только вмонтированные его крупные и средние планы из его ранних фильмов и двойники Брюса. «Выход дракона» стал хитом мирового кинопроката и заработал огромные деньги и обеспечил Брюсу Ли огромный успех не только в Азии, но и в Америке. К сожалению, уже посмертно. Однако продюсеры, естественно, не хотели упускать возможность на волне такой славы сделать хоть что-нибудь ещё с Брюсом Ли. И все вспомнили про отснятые Брюсом кадры для «Игры смерти». Поскольку Брюс отснял лишь три сцены в пагоде, нужно было по сути придумывать совершенно новый сюжет, чтобы адекватно вписать в него уже отснятые Брюсом кадры. Поэтому в проект был приглашён режиссёр «Выхода дракона» Роберт Клоус, а также со сценаристом и постановщиком боевой хореографии выступил Саам Ахунг. Таким образом, через пять лет после смерти Брюса Ли в 1978 году на экраны вышел фильм «Игра смерти», где отснятых лично Брюсом Ли с самим собой кадров осталось на 11 минут и 7 секунд, из всего хронометража фильма в 105 минут. Остальное снимали с дублёрами Брюса. Из интересного, роль одного из дублёров Брюса Ли, который отвечал за боевые сцены, сыграл молодой Юэнь Бьяо. Естественно, от изначального оригинального сюжета Брюса Ли не осталось практически ничего, а пагода превратилась в ресторан. В Америке фильм прошёл довольно успешно с коммерческой точки зрения, а вот в Азии полностью провалился в прокате, уступив с разгромным счётом хиту того же 1978 года фильму «Пьяный мастер» режиссёра Юэня Вупинга с Джеки Чаном. После этого весь отснятый именно Брюсом Ли материал к данному фильму был потерян в недрах архива в кинокомпании Golden Harvest. Только в 1994 году продюсеры фильма отыскали весь архив отснятых Брюсом кадров. Как выяснилось, Брюсом было отснято около 100 минут материала для эпизодов на трёх этажах пагоды, которые я, собственно, и планирую показать в этих роликах. Получив эти кадры, в 2000 году в свет вышла отреставрированная версия игры смерти, куда вошёл 39-минутный финальный эпизод с участием непосредственно Брюса Ли, который смонтировали из найденных архивных плёнок по рукописным материалам и планам монтажа самого Брюса. Что интересно, в данном куске звучит оригинальный голос самого Брюса Ли. Как вы понимаете, из всего фильма «Игра смерти» по-настоящему раритетным и имеющим какую-то ценность является именно этот 39-минутный эпизод трёх сцен. Собственно, что я сделал? Я нашёл все возможные варианты этих архивных кадров, отснятых Брюсом, все его дубли и решил смонтировать их вместе с этим 39-минутным куском. Просто я нигде не нашёл именно такой полноценной качественной нарезки всех дублей с Брюсом, вошедших и не вошедших в этот финальный эпизод. Поэтому решил сделать сам такую подборку. Качество представленных дублей, естественно, разное, так как я не смог найти многие дубли в хорошем качестве. Пришлось искать в разных источниках, поэтому и выглядит всё в разном качестве. Но, в принципе, думаю, всё будет более-менее понятно. Соответственно, к каждому кадру идут не вошедшие дубли, а тот дубль, который вошёл в фильм, я ставлю именно из самого фильма. Диалоги я сам специально перевёл субтитрами, чтобы оставить оригинал речи Брюса. Данный первый ролик посвящён третьему из пяти этажей пагоды, где Брюс и два его напарника встречаются с мастером филиппинского эскрима в исполнении Дэна Инносанто. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 See? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok